Военный информационный канал ДАДУ-79 представляет Басмилляхи рахмэн рахим Никол Пашинян, премьер-министр Армении, который сейчас председательствует в ОДКБ, Организации Договора Коллективной Безопасности, куда входит, собственно, Армения, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Белоруссия и Россия Заявил о том, что войска ОДКБ, якобы некая миротворческая миссия, будет введена в Казахстан по просьбе то ли президента, то ли уже отставного главы государства Казахстан Токаева Все очень интересно, по сути говоря, это заявление Пашиняна, если что иное, как месть тюркам, азербайджану, мусульманам за проигранный Карабах Конечно, сейчас Пашинян будет отаптываться на этой истории и вводить миротворческий, так называемый, конечно, контингент в Казахстан Это, по сути говоря, реванш армянских лоббистских групп, которые тем самым символически хотят отомстить Что интересно, в 2018 году Пашинян сам был в роли протестующих Он возглавлял колонну тех, кто протестовал против тогдашнего главы Армении Сарксяна И если бы тогда Сарксян запросил помощи, как Такаев, против неких террористических групп И УДКБ ввели бы войска, где бы сейчас был этот самый Пашинян Получается, что двойные стандарты, ну, Армении не привыкать Им не привыкать усмирять и собственный народ, и посягать на другие территории, на чужие, как Карабах А теперь они по призыву Такаева, можно сказать, государственного изменника Хотят подавить сопротивление и волю казахстанского народа, казахстанского общества Так что здесь игра идет в долгую И мы видим, что битва за Карабах еще не прекратилась Потому что она идет не только на подступах, не только на окраинах А в тысячах километрах от этой территории Но это пространство рано или поздно будет освобождено от всех тиранов Потому что другого пути нет Воля народа ломает хребет любым самым грозным тиранам И это продемонстрировано тем, как бежал безвестно Нурсултан Назарбаев, Елбасы Человек, как бы идол, памятник которому стояли едва ли не в каждом городе Казахстана А сейчас он, поджав хвост, вынужден был бежать в Объединенные Арабские Эмираты К своим друзьям, шейхам Но вот этот конец, осень патриарха, всегда заканчивается именно таким образом Дутые рейтинги, нарисованные голоса на выборах И хор Лизоблюдов не говорит абсолютно ни о чем Напротив, свидетельствует о том, что эти люди проклятой историей Пишите в комментариях, что вы об этом думаете Спасибо за просмотр Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!